Важно. А также у нас и через... Вообще, нужно будет молиться. В любом случае. И вообще. Если бы хотели, то есть это возможность. Послушайте. Я хочу сказать, что ранняя община была самой могущественной организацией, когда-либо существовавшей в этом мире. Да. Мессианская община была самой сильной организацией. Язычество не могли конкурировать с ней. Вообще. Ни одно язычество не могло. Но, к сожалению, К шестому веку Мессианская община Иудея-христианская община, будем говорить так, была полностью уничтожена. Мы приходим к этому времени. Как умерла мессианская церковь? Мессианская община. Смерть, можно сказать, Мессианскому движению Привело событие, которое На... Для многих Верующих Казалось бы, Очень Такой центральной, Торжественной, победоносной победой Христианства, как такового. Это приход к власти Костантина, Римского императора. Примерно к 312 году Очень были сильные беспорядки в империи. Несколько соперников боролись За императорский престол. Один из Конкурентов был Костантин И Марк Сентус. Произошла между ними борьба. И Костантин И Костантин был предупрежден Об атаке Его соперника, Который Обладал еще И как бы Прибегал к Черной магии И Колдовству И как бы так далее. Константин Молился Верховному Богу Как говорится Как помните Ну Неизвестно Так бы такое Но При всем этом Верховный Бог Для империи В то время Был Митрос Или вы помните Митра Бог Солнца Мы говорили об этом Рим Склонен был К персидским Или восточным Божествам Очень сильно Он молился Приносил Как бы Жертвы Этого Богу И во время Вот Такой 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 Молитве Он увидел Видение Пламенеющий Крест И как бы Видел Слова Которые написаны Ты победишь Так Его было Видение Либо он Чересюр Молился Сильно Перегрелся На солнце И так Солнечный удар Я не знаю Но это Послужило Для Константина Очень Таким Ободрением И он На самом деле Победил В это время Он объявляет Что он Уверовал В Христа То есть Мессию Иисуса Христа Как бы Потому что При видении Был крест И как бы Солнце Местописание Сиянием Солнца И сам Бог Будет Сиянием Светом И он Объявляет Все остальные Религии Вне закона Кроме Христианства Для христиан Это была Большая победа Потому что До этого Они переживали Огромнейшие Огромнейшие Преследования Огромнейшие Преследования По причине Того Что они Не верили Что Должны были Поклоняться Императору И что Только один Господь И Господствующий На небе На земле Это Ишуа Декалент Такой был Император Который Подверг Самым Суворовым Испытанием Мессианскую Общину Фактически Уничтожил Всех Служителей Старших Служителей На то Время Это Преследование Было Очень Суровым И продолжалось 18 лет До Момента Когда пришел Константин К власти 18 лет Гонений Суровых Причем Таких А теперь Трон Принадлежал Другому Императору Который Сказал Что Основной Верой Будет Теперь Христианство Христианином Стало быть Преимуществом И что Интересно Для того Чтобы Убедить Что Это Преимущество Так как В его войске Было Очень много Христиан Верующих Он Сделал Воскресный Днем В днем Отдыха Для Христиан Воинов Для Воинов Христиан Вот Представьте Как это Вызывало Такую Ну Агрессию Среди Язычников Таким Образом Он Утверждает Через Время Что Выходным Днем Для службы Перед Богом Будет Воскресенье Первый День Недели Это Становится Вводник Константина Выходным Днем До Сегодняшнего Дня Мы Говорим Римское Право Это Было Право Отдыха Воскресенье Константин Щедро Вознаграждал Тех Кто Обращался В христианство Очень был Щедр К ним И поэтому Многие Представители Власти И Общество Высшее Общество Спокойно Принимали Христианство Зная Что они Будут Поширены Почете У Костантина А Также Костантин Не Жалел Казны Для Построения Новых Зданий Церкви Вот Это Еще Одна История Начало При Константине Начали Строить Первые Церкви Базилика И Она Напоминала Тронный Зал Императора Приемную Чтобы Вы Сразу Знали Угу Фактически Он Осушил Императорскую Казну В честь Новой Веры И построения Новых Храмов В 356 Году Сын Константина Редактор субтитров Редактор субтитров Раз Работает Проблема Проблема В империи Произошла В том Что Константин Не только Легализовал Христианство Как таково Он Сделал Попытку Его Изменения Услышите Пожалуйста Легализация Христианства Это было Полбеды Самая большая Проблема Лежала В будущем Он Решил Его Улучшить Один из первых Таких Позиций Которые Он Вел Это Контроль Над Церковью Полный Контроль Над Церковью Управление Помните Мы говорили Что для Римской Империи Хотя И Они были Толерантны К разным Религиям Но Религия Должна Была Быть Для Того Чтобы Управлять И Фактически Христианство Стало Удобным Механизмом Для Подчинения Людей Государству Они Не Противились Правительству Правильно Они Были Послушаний Они Были Толерантны В это Время Уже И Константин Делает Контроль Один Из Титулов Который Был Дан Римскому Императору Название Было Такое Понтифик Максимус Первый Священник Понтифик Максимус Константину Он Выбил Этот Через Собрание Он выбил Этот Титул И В это Время Христианство Уже Было Очень И Очень Таким Холодным Потому Что Как Свидетельствуют Уже Тогда Сторики Что Пороческое Слово Не Звучало Было Введено Крещение Младенцев Еще До Константина Таких Такие Моменты Были Изменения Поэтому Христиане Христиане Тепло Принимали Константина Как Своего Переосвященника Церкви Когда Он Строил Свою Базилику То есть Первую Церковь Своё Здание Он Поставил Как бы Такой Трон Вдали Вдали Тринадцать Тринадцать Столпов Или Тринадцать Силуэтов Двенадцать Он В честь Апостолов Тринадцатый В честь Себя Причисляяся К Апостолу К Реформатору И По Размеру Эта Статуя Была Больше Всех Апостолов Уже В Тринадцать Пятом Году Константин Собирает Первый Никейский Собор Никейский Собор 325 Причиной Было Это Разобрать Доктринальные Вопросы Доктринальные Вопросы Восточной Западной Церкви То есть Антиохийские Были такие Люди верили И там были Свои Пресвитера Теперь В гонении Которое было До его Прихода Многие Слушателя Были Уничтожены Поэтому Церковь Была В Небольшом Хаосе И Вот Это Собрание Было Назначено Ради Решения Доктринальных Вопросов Но Константин Взял Это В Реформацию Реорганизацию Церкви И Церковь Сама То есть Люди Христиане Позволили Ему Это Сделать Потому Что Были Весьма Благодарны О том Что Разногласия Которое Было У них Не Было Центрального Общего Единства Такого Доктринальные Вопросы Решались И В это Время Он Рушит Или Отказывается От Еврейства В В В То В Ну Там В то Время Состоящей Церкви Он Начинает Рушить Христианство С Еврейством И Соединяет Христианство С Язычеством Константин Говорит Ну-ка Признаю себя Христианином Но Наверное Не Осознавает Не Осознавал Кто Такой Был Христос Иисус Кто Был Ишуа Он Все равно Остается Поклонником Митрос Бог Солнца Триумфальная Арка Которую Константин Построил После Победы После Возвращения Напоминала Себе Образ Бога Солнца И Конечно же Воскресение Из мертвых Воскресение Стал Днем Отдыха Днем Поклонения Во всей Империи Если Вы Заметите Некоторые Мозаики Которые Открыты В Риме И Которые После Эскавации Всех Этих Раскопок И всего Всего Показывает Что Очертание Мозаика Иисуса Ишуа Мессии Которая Была Найдена В Риме Она Была Сделана В виде Солнца Что Показывает Непосредственную Связь Костантина Еще С верой В Бога Митры То есть Поклоняясь Солнцу Новое Явление Новое Явление Начинает Сильно Влиять На всю Империю В день Как бы Рождение Солнца Солнцестояния Помните Да Когда Солнцестояние У нас Нет Рождение Рождение Солнца Как говорят Сейчас Это Примерно Декабрь Месяц Да 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 В декабре В этот день В Риме В Риме Раздавались Подарки Детям Празднования Теперь День Становился Днем Рождения Иисуса Христа Потому что Иудейская Традиция Больше склонно Что-то Он был Рожден На Суккот Скоро Это Примерно Сентябрь Сентября Октябрь Какой Тех Год Четвертый Третий Год До Нашей Эры Я Не считал Я пока Не считал Еврейский Одним Из Весенних Праздников Плодородия По языческим Традициям Был Празднование Богини Аштер Астарте Богини Плодородия Это Римская Империя Но Это Римская Империя Но Как вы Говорили Римляне Были Склонны К Ассирийским Больше Большинствам И Культом Ассирийским То есть В Греции Это Было Астарте Или же Мы Назвам Еще Богиня Феская Нигейский Собор Делает Отличия Отрезает Празднование Пасхи Еврейской От Пасхи Как бы сказать Языческой Более Хотя Официально Империя Считалась Христианской Языческие Храмы Они Продолжали Действовать Они Превращались В церкви Один из Самых Таких Страшных Культов Который Был Принят Римлянами Один из Культов Это Богиня Можно Скать Более Египетская Это Азида Культ Эзиды Египетская Богиня Известна Как Великая Девственница Ее часто Изображали С ребенком На руках По имени Хорус Что Потом В раннем Христианстве В раннем Уже После Реформации Иконы И все Остальное Более Похожи На этот Облик Да Хорус Это Бладенца Ребенка Артемида Эфес И так Далее Это Все Было Извращено К 600 Году Большинство Священников В храмах Называющие себя Христианами Были Абсолютными Безбожниками Церковь Стала Богатой Роскоствующей До этого До Вот Константиновских Реформ Община Делилась Семь Они Проповедовали В Англии Они имели Просто Синагоги Приходили Синагоги И синагоги Как вы Заметите Они не сильно Роскошные Они не богатые Не росписью Золотом И крестами Или там Суссальным золотом Вы не увидите Кроме Может быть Золотых букв На Аронкадош Или же Вышитые Покрывало Это единственное Такое Церковь Становилась Богатой Показывая Что духовно И физически Они Прочветающие Я прочитаю Вам Одну Фразу Это уже Более Позже Вещи Происходящие С Церковью Однажды Во время Аудиенции Франциск Азийский У Папы Иннокемпиев Третьего Приходя К нему А вы знаете Франциск Он был Очень Скромным Человеком Это был Орден Францисканцев Из которых На сегодняшний день Папа Римский Из Францисканцев Первый Из Франциска Таких Папы Иннокемпи Третий Пригласил Франциска И показывал Ему С гордостью Все Убранство Церкви И Ватикана Как красиво И золото И всего Все Сокровища И Вот Что он сказал Ты видишь Франциск Хватался он Петр Никогда Не может Не скажет То Что Однажды Сказал Золото Серебра Нет у меня На что Франциск Ответил Да Ваше Святейшество Но так же Церковь Не сможет Сказать Во имя Иисуса Христа Остань Ходи Красиво Да К 800 Году Церковь Объявила Вне закона Все еврейские Обряды К 800 Году Для христиан Соблюдение Шаббата Празднование Пасхи Стало Преступлением Которое Каралось Смертью Были Объявлены Не закона Я хочу Вам зачитать Несколько Таких Официальных Таких Проявлений Евсевий Современник Константина Подвел Итог Решением Принятым На Никейском Соборе Писал Таким Образом Кажется Кажется Недостойным То Что мы Должны Были Следовать Обычным Евреям Пусть У нас Не будет Ничего Общего С Этой Мерзкой Еврейской Толпой Давайте Мы Отделим Себя От Всякого Участия В их делах Молитесь Постоянно О том Чтобы Наша Душа Не Была Запятана Даже Прикосновением К Их Обрядам Все Мы Должны Объединиться И Избегать Всяких Практик Еврейского Образа Жизни Постановление Никейского Собора 325 Год На что На Никейский Собор Они Не Ссылаются Что Они Сделали Отделение Они Ссылаются Что Они Сформировали Доктрину Христианскую Трои Потом Позже И Других Позиций Но Здесь Они Чаще всего Они Упускают Этот О Пасхе Константин Писал Так Пусть У вас Не Будет Ничего Общего С Евреями Которые На самом Деле Наши Враги И Это Нерегуляция Это Нерегулярность В освящении Для Пасхи Должна быть Исправлена Для того Чтобы у нас Не оставалось Ничего общего С этим Изменниками Убийцами Нашего Господа В это Время Идет Полное Отвержение Антиохийский Собор После Нет 345 Не Икейский Собор А здесь Уже Антиохийский Собор Антиохийский Антиох 345 Если Какой Нибудь Епископ Пресвитер Или Дьякон Посмеет После Этого Постановления Праздновать Пасху Вместе С Евреями Да Собор Объявит Ему Анафему От Церкви Этот Собор Отлучшит От служения Не только Их Но и Все Кто Продолжит Общаться С ними С ними Это С кем С Евреями Если вы Помните Если вы Помните Мы говорили Что Иудеи Христиане Или Они были Они были Неотделимы Они были Толерантны Друг от Другу Особенно Мессианские Общины Которые Они Ходили В синагогу Они Там Изучали Слово Как и Неевреи Но Опять же Мы Говорим Второй Век Когда Было Уже Постановление Сделано Об Амедея О Других Правилах Где Уже Еврейское Общество Отделило Себя От Не Иудейской Части Которая Практиковалась И Здесь Я думаю Что Ведется Ведут Те Собрания Христиан Иудеев Которые Просто Праздновали Пасху И верили Как верят Все остальные Другого Дня Пасхи Не могло Быть А эти Начали Изменять Потому что Им нужно Было Отделить И иметь Контроль Над Фактически Над Всей Толпой Да Ладокийский Собот 365 Год Послушайте Там было Очень много Постановления Есть некоторые Вырезки Которые Как бы Постановления Которые Касались Определенно Было Много Решений Которые Помогли Христианам И церкви В единении Веры Что такое Христианство Чтобы не было Развлечений Но при всем этом Были сделаны Такие Небольшие Помарки Не разрешается И не приветствовать Еврейские Праздники Не праздновать Вместе С ними То есть Это Канон 37 Христиане Не должны Уподобляться Иудеям Отдыхать Вместе С ними В субботу Но должны Работать В этот день Если Будут Найдены Иудействующие Пусть Им будет Объявлена Анафема От Мессии От Христа Дошли до такого Христос Мессия Еврей А теперь От евреев Евреев Нужно Отличить Интересно Да Но вы должны Понять Это Все Предвестило Какие были Реформы Буквально Здесь Проходит 50 лет Даже меньше И Есть Перемены Которые За 50 лет Они Ужасны Мы здесь Получается Многие Мессианские Общины Начинающие Начинают Хорошо Радостно Что-то Происходит Это Добавить Нужно То Добавить Нужно Что-то Еще Сделать И Через День Опускаются Руки А что-то Нам Надо На Что-то Похоже И Понимать Что Нужно Какие-то Правила Но Здесь Уже Переходят Границы То Что Было Установлено Апостолами И Было На Притяжении 300 Лет Оно Меняет Другую Совсем Форму Собор Аге Франция 506 Год Служители Не должны Принимать Участие В Ирейских Праздниках В Аге Аг Город Аг Что Служители Не должны Принимать Участие В Еврейских Праздниках 506 Год А я сейчас В Собор В Толедо Это уже 7 век Неизвестно Какой Точный День Пасха Должна Везде Праздноваться Одинаково Во Время Установленное Никейским Собором А не Во Время Песоха Вы Замечаете Борьба Идет На Притяжении Уже Многих Лет Второй Никейский Собор 787 Год 787 Год Те Кто Открыто Либо Тайно Соблюдает Шаббат И Следует Другим Обычиям Евреев Не Должны Приниматься В Сообщество Ни В Молитве Ни В Церкви О чем Говорится Говорится О борьбе Официальной Церкви Будем говорить О Церкви Константина Византийской Да Вот Может быть Католической Да Это На протяжении 400 лет Они Боролись С Проявлением Мессианской Общины Последняя Была В Ирландии На Островах Придерживайтесь Субботы Праздников Даже Обрезания Я понимаю Что Очень Серьезные Эти вещи Но Это Была Как бы Последняя Точка И После Этого Мы На протяжении Почти Тысячу Лет Мы Не Видим Мессианской Общины Проходит Почти Тысячу Лет Где Не Проявляется Мессианская Община Где Евреев Гнали Обращали В католицизм Будем Говорить О Маран Испанцев Испанских Евреев Которых Силой А некоторые И самостоятельно Принимали Христианство Но Их Подвергали Инквизиции Это была Эквизиционная Политика Чтобы Уничтожить Евреев И самое страшное Что их Вычисляли Очень Очень Просто В субботу Шпионы Залазили На крыши Домов И если Из трубы Не шел Дым Значит Все Очень Просто А евреи Продолжали Извести Образ жизни Хотя Очень Много Не было Сил Многие Принимали Христианство Как и в православии Многие Евреи Принимали Православие Мы В этом К вам Вернемся В четверг И в этом Будем Говорить О восстановлении Мессианского Наследия В христианском Мире